Ну начнем мы с загадочной улыбки. Есть группа медиков, которая считает, что все дело в сокращении лицевой мышцы, которая развивается после лицевого паралича, или паралича Белла. При таком диагнозе больной не может контролировать мышцы той стороны лица, где проходит пораженный нерв. Паралич Белла нельзя назвать очень редким явлением. Он встречается у одного-четырех человек на 10 тысяч в год. И ему вообще пофиг у кого, так как у мужчин и женщин он встречается одинаково часто. Наступает он внезапно, полное проявление симптомов наступает в течение примерно двух суток, и затем болезнь постепенно отступает. И у 80% пациентов исчезает в срок от двух недель до полугода. Но тут мы видим как бы не совсем паралич лицевого нерва, а его последствия. Так как у некоторых пациентов за время болезни лицевой нерв частично становится нефункциональным. Ну так как в нем деградируют нервные волокна. И если им не удается полностью регенерировать, у пациента возникают уже постоянные нарушения подвижности отдельных лицевых мышц.